Эрих Мария Ремарк известный писатель 20 века, автор романа «На западном фронте без перемен», ставшего одним из трех произведений потерянного поколения, напечатанных в 1929 году. Его романы отличают простота стиля, и, несмотря на это, они захватывают с первой строчки. Их читает уже не одно поколение, и будут читать благодарные потомки. Эрих Мария Ремарк сам себя приписывал к потерянному поколению – 18-летних, вынужденных брать оружие и отправляться на фронт, чтобы убивать своих сверстников. Тема войны звучит практически в каждом его произведении. Эрих Пауль Ремарк – уроженец Германской империи. Он родился 22 июня 1898 года в городе Оснобрюк. Его отец Питер Франц Ремарк работал переплетчиком. Мама Анна Мария Ремарк занималась домом и детьми. На момент рождения Эриха в семье уже подрастал старший сын Теодор Артур, но он скончался в пятилетнем возрасте. Потом родились сестры Эрна и Эльфрида. Благодаря работе отца в доме всегда было полно книг. Эрих пристратился к чтению с раннего детства, особенно увлекался Достоевским, Прустом, Гетте. Кроме чтения, мальчик любил музыку, собирал марки, камни и даже коллекцию бабочек. Отец никогда не разделял увлечения сына, поэтому отношения у них как-то не складывались. Зато с мамой было полное взаимопонимание и любовь. Поэтому, когда в сентябре 1917 года она умерла, парень испытал настоящее потрясение. В тот год ему исполнилось 19, и он принял решение в память о самом близком человеке сменить свое второе имя «Пауль на Мария». Эриха отдали в церковную школу, после которой он продолжил обучение в католической семинарии. После выпуска Ремарк поступил в королевскую учительскую семинарию. В годы учебы он посещал литературный кружок, где собирались его единомышленники, а впоследствии и друзья. В 1916 году парня забрали на фронт. Повоевать удалось совсем немного. Спустя год он был тяжело ранен, поэтому до самого конца войны пробыл в госпитале. После выздоровления Эрих Мария возвращается в родной дом, оборудует себе кабинет, где начинается его творческая биография. Он пишет, музыцирует, рисует. В 1920-м Ремарк написал свой первый роман, получивший название «Приют Грюс». В 1921 году Эрих Мария устраивается на работу в местную школу, но выдерживает в ее стенах только год. Молодой человек перепробовал массу занятий, прежде чем писательство стало основным источником его дохода. Ремарк попробовал себя в качестве бухгалтера, репетитора, органиста и даже пытался заработать на торговле кладбищенскими памятниками. В 1922-м Эрих Мария уезжает из родного города и поселяется в Ганновере. Находит работу в издании «Эхо Континенталь», где в его обязанности входило написание слоганов, реклам и небольших статей. Одновременно с этим Ремарк сотрудничает и с другими журналами. Перспективнее всего оказалась работа с журналом «Спорт Инбильд», который ввел его в мир литературы и искусства. В 1925 году доморощенный журналист переезжает в Берлин и устраивается в это издание на должность редактора иллюстраций. В 1926-м на страницах одного из престижных изданий появились два романа Ремарка «Женщина с золотыми глазами» и «Из юношеских времен», которые и открыли миру имя их автора. С тех самых пор он начал писать постоянно. В 1928 году вышел еще один роман Ремарка «Станция на горизонте». Как сказал один из его друзей, Эрих написал книгу о прекрасных радиаторах и красивых женщинах. В 1929-м автор представил на суд читателя свою новую работу – роман «На западном фронте без перемен», в котором 19-летний юноша столкнулся с безжалостностью и ужасами войны. Книга была переведена на 36 языков, ее переиздавали 40 раз. На родине писателя она разошлась невероятным тиражом в один миллион экземпляров, которые были проданы в течение года. В 30-е годы сюжет этого романа стал основой для создания художественного кино. Спустя два года Ремарк издает новое творение – роман «Возвращение» о том, как живут вчерашние школьники, пришедшие с войны. В 1936-м на полках книжных бутиков появляется новое произведение автора «Три товарища». Потом его перевели на английский и датский языки. Через два года Эрих Мария начал работу над романом «Возлюби ближнего своего» и закончил его в 1939-м. Буквально сразу части романа начали появляться на страницах журнала. Май 1946 года ознаменовался выходом романа на родном языке автора «Триумфальная арка». Летом того же года Ремарк представил произведение «Искра жизни». В 1947 году на экраны страны вышла картина «Другая любовь», в основу которой взят рассказ «По ту сторону». В 1950 году Ремарк садится за написание романа «Земля обетованная». А вскоре пишет и еще один «Черный обелиск». Спустя четыре года Ремарк печатает свое новое детище «Время жить и время умирать». В 1959 году гамбургское издание «Кристалл» печатает на своих страницах роман «Жизнь взаймы». Спустя три года поклонники творчества Эриха Мария Ремарк могли приобрести роман «Ночь в Лиссабоне», напечатанная отдельной книгой. В 1925 Эрих Мария переехал в Берлин. Там у него завязались романтические отношения с дочерью владельца журнала, который печатал его работы. Родители были категорически против свадьбы их дочери и провинциала. Но это не помешало Ремарку стать редактором издания. Прошло немного времени, Эрих Марк женился. Его избранницей стала танцовщица Ильза Ютта Замбони. Семейная жизнь длилась четыре года. Потом супруги расстались. После этого Ильза успела стать прототипом нескольких героинь его романов, к примеру, «Три товарища». В те годы писатель стал настоящим аристократом. Он старался хорошо одеваться, ходил с моноклем, бывал в ресторанах и театрах. Не пожалел 500 марок, чтобы стать обладателем баронского титула, который ему продал обедневший аристократ. В начале 1933 года, буквально перед самым приходом к власти Гитлера, друг Эриха Марии посоветовал ему бежать из города. Ремарк, не раздумывая, прыгнул в машину и отправился в Швейцарию, даже не взяв с собой необходимого минимума вещей. Весной того же 1933 года нацисты публично сожгли его произведения на Западном фронте без перемен, вместе с другой неугодной им литературой. Ремарк был лишен гражданства родной страны. В личной жизни писателя главное место занимала Марлен Дитрих, актриса, прототип главной героини триумфальной арки. Она тоже была немкой, но уехала из Германии и с 30-х годов строила карьеру актрисы в Штатах. Этот роман стал настоящей мукой для писателя, но Эрих настолько безумно любил ее, что готов был закрыть глаза на все ее поступки. В Голливуде Ремарку жилось неплохо. В денежном плане вообще все было отлично. Кроме этого, на него засматривались первые красотки Голливуда, в том числе и Грета Гарба. Но он быстро устал от этой мишуры и киношной жизни, начал разочаровываться в местных жителях, фальшивых и невмеруче славных, как ему казалось. После разрыва с Марлен Ремарк поселяется в Нью-Йорке. В 1945 он завершает работу на триумфальной аркой. Как раз в это время он узнает, что его сестра умерла в концлагере и, впечатленный этой трагедией, начинает писать новый роман «Искра жизни», который посвятил ее светлой памяти. Это было его первое произведение, которое основывалось не на личном опыте. В 1951 в личной жизни писателя появилась 40-летняя красавица Палет Гадар. Она была наполовину англичанкой, наполовину еврейкой. В 1957 Эрих оформил официальный развод со своей первой женой, заплатил ей компенсацию в размере 25 тысяч долларов и даже оформил документы о пожизненном содержании, по которому обязывался выплачивать ей ежемесячно 800 долларов. И в 1958 году Палет и Эрих Мария стали мужем и женой. Каждую зиму. За два года до смерти Римарку возил Палет в Рим. В последнее время он все чаще начал жаловаться на сердце. Первый звонок прозвенел в 1963, когда у него случился инсульт, но тогда ему удалось справиться с болезнью. Летом 1970 года случился очередной приступ. Его госпитализировали в одну из клиник Лакарна, из которой он уже не вышел. Известного писателя не стало 25 сентября 1970 года. Ему шел 1973 год.